МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала 1-й карагандинские новости. В студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Жители двухэтажного дома в поселке Актас едва не остались под завалами. В ночь с 26 на 27 января в подвале одного из подъездов обрушилась несущая стена. К счастью, трагедии удалось избежать. Весеннее половодие может повториться. Жители поселка Байкадам с опаской ждут потепления. Большое количество снега может быть причиной сильного паводка. Основательно подготовиться к выпускным экзаменам предлагают карагандинским школьникам. Аким области Нурмухамбет Абдебеков принял участие в открытии центра тестирования Юстади. В поселке Актас под угрозой обрушения двухэтажный многоквартирный дом. В подвале одного из подъездов обрушилась несущая стена. На стене дома образовалась трещина, а полы буквально ушли из-под ног жильцов. ЧП произошло в ночь с 26 на 27 января. Жителей сразу же эвакуировали, но как сложится их дальнейшая судьба, пока неизвестно. Аварийный дом по улице Ковыльная, 43, до сих пор оцеплен. Рядом дежурит наряд полиции. Стражи порядка не впускают на территорию посторонних, в том числе и журналистов. Несмотря на угрозу обрушения, жители двух менее пострадавших подъездов вернулись в свои квартиры. По их словам, это лучше, чем жить в здании Цона или в доме престарелых, где нет никаких условий. Жильцы пострадавшего подъезда тоже разместились кто как мог. Причиной обвала люди называют воду, которая регулярно скапливается в подвале. У нас там вода всегда была, канализация стекла всегда это была. По словам жителей, эту проблему они неоднократно поднимали в местном Акимаде. О возможном ЧП люди говорили еще с начала года. Но власти на их проблему никак не реагировали. Лед тронулся лишь после реально нависшей угрозы. Местные власти о восстановлении дома тоже предпочитают пока молчать. Особенно щекотливым остается вопрос, за чей счет он будет произведен. Аким поселка призывают граждан дождаться заключения экспертной организации. В то же время чиновник заявляет, что согласно закону о жилищных отношениях, ответственность за содержание и эксплуатацию подобных многоэтажек несут сами жильцы. Жители, вы сами понимаете, что за своим общедомовым имуществом должны ухаживать и смотреть сами. Все квартиры в этом доме частные, все нет государственных. Поэтому согласно закону о жилищных отношениях, дома должны полностью быть на жильцах. Между тем, это уже второй чрезвычайный случай, связанный с частичным обрушением дома в нашей области. Напомним, в начале года трагедия в поселке Шахан унесла жизни девяти человек, в том числе малолетних детей. Айя Мамжина Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В поселке Байкадам Бухаржираловского района жители с опаской ждут потепления. Большое количество снега в селе может стать причиной серьезного паводка. Об этих и других проблемах рассказали сельчане нашему телеканалу. Лариса Хустоинова с подробностями. Поселок Байкадам расположен недалеко от города Караганды. Но коммунальные службы работают здесь, как в самых забытых районах области. Снег не убирали долгое время. Из-за этого сельчане боятся, что с приходом весны их дома начнут смывать талые воды. Чтобы выбраться из дома, нужно пройти снежный тоннель, который прорубил Даулбай Сулейменов в свои 70 лет. По словам Сулейменова, из-за халатности местных пластей дом пенсионера чуть не смыло водой в прошлом году. В этом из-за большого количества осадков последствия могут быть намного хуже. Кроме этого, у сельчан проблемы с водой. Шесть лет назад по программе Акбулак в поселке установили водопровод. Но одна улица осталась без водоснабжения. Причиной послужило то, что рядом проходит трасса республиканского значения. Из-за отсутствия водопровода, чтобы напоить скотину, жителям приходится топить снег. Поэтому мы не держим больше двух голов скота. Если было бы больше, их было бы нечем поить. Чтобы провести водопровод через республиканскую трассу, необходимо получить разрешение. Но на протяжении шести лет люди слышат только обещания. Жители недовольны, что новый глава поселка не приезжает и не проверяет, как обстоят дела в Байкадаме. Однако Аким утверждает, что часто бывает в поселке. В поселке Байкадам я часто бываю. В школы хожу. В декабре мы провели два мероприятия – День президента и День независимости. Уже в этом месяце мы начнем готовиться к таянию снегов и будем все расчищать. Новый Аким занял свой пост два месяца назад. По его словам, снег расчищат только к весне, несмотря на то, что в местном бюджете есть средства. Лариса Хусейнова, Жесолом Уклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагантинский. В жесткозгане мать задержанного полицейского пригрозила поджечь себя у здания Генеральной прокуратуры. Она утверждает, что 17 января без причины задержали ее сына. Женщина заявляет, что ее сын невиновен. Кроме того, она обвиняет антикоррупционную службу в проведении незаконного обыска. Дело до того затянулось, что я не могу ничего понять, в чем дело. Надзорные органы бессильны, что ли. И вот я уже решаюсь на крайний случай. Еду в Астану, если здесь у нас не решается этот вопрос, еду в Астану, поеду в генпрокуратуру. И себя могу даже пожертвовать. Вот у меня есть бензин, я собираюсь в Астану. 25 января мать полицейского уже побывала в Астане. Она хотела попасть на прием к генеральному прокурору. Однако в этот день ее не смогли принять. Поэтому она оставила прокурору свою жалобу. Но сегодня генеральный прокурор не смог принять. Я записалась на прием. Оставила свое заявление о том, чтобы моего сына Калиева Дулата освободили из-под стражи. Так как он не виноват. Стоит отметить, что в последнее время казахстанцы в качестве последнего аргумента стали прибегать к самосожжению. Будем надеяться, что в этом случае удастся избежать трагедии. Осель Сознамбаева, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Мама, папа, я вас люблю, написал подросток на снегу и совершил смертельный прыжок. Инцидент произошел в Цимиртау вечером 29 января на улице Димитрово. Погибший мальчик учился в 7-м классе средней школы номер 2. Школьник сбросился с крыши пятиэтажного дома. Поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали травматический шок тяжелой степени, тупую травму живота, повреждения внутренних органов, множественные переломы. Врачи сделали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. В ДВД Карагандинской области по факту трагедии заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Обстоятельства происшествия выясняются. Проводится расследование. Продолжаем выпуск. Центр тестирования компании «Юстади» открылся в Караганде. Руководители центра заявляют, что здесь карагандинские школьники смогут успешно подготовиться к экзаменам и единому национальному тестированию. Новый центр посетил Акимобластин Ромахамбет Абдебеков. Региональный центр тестирования «Юстади» – это проект, который реализует образовательный бренд «Юстади» и Национальный центр тестирования Республики Казахстан. Уже создано 13 центров в западных, восточных и южных регионах страны. На очереди – Центральный Казахстан. По мнению создателей, главная особенность центра – максимально комфортные условия. В этом убедился глава региона Нурмухамбет Абдебеков. Совместно с руководителями управления образования он посетил центр тестирования и опробовал инновационные технологии. Среди первых пользователей центра – учащиеся средней школы номер 23. Они уже оценили и светлые аудитории, и удобные программы, и веб-камеры над каждым местом, которые не позволят воспользоваться шпаргалкой. Мы очень рады. Я говорю от себя и от своих одноклассников, что открылся данный центр тестирования. То, что мы можем увидеть свои знания и знать, что нам надо потянуть, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам. По замыслу организаторов, главная задача центра – выявить пробелы в знаниях учащихся. Это позволит успешно подготовиться к предстоящим выпускным экзаменам. Ученик тут обучает, и, как проходят пробелы в стиле, может быть, в том числе отчетчиков. То есть, он работает на тишинке. Мы его выявляем. По каким предметам, по такой тематике, в том числе, на тишинке, на тишинке, на тишинке, на тишинке. И там, что мы уже говорим, что ученик, при выводе не стало извести, у тебя четыре года, мы скажем, да, где ошибка? Это математика. Если одни у вас больше пяти учеников желают на том, как выросли, то мы говорим о тишине. Надо, чтобы бесплатно, я уже не буду. Все же, услуга эта не бесплатная. Стоимость онлайн-тестирования – 250 тенге. Тестирование на бумаге еще дороже. Однако сегодня руководители компании «Юстаде» ведут работу по оформлению государственно-частного партнерства с Министерством образования. Возможно, после этого школьники смогут тестироваться бесплатно в рамках государственного заказа. Андрей Тенджик, Сылк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Правительству и Акимам областей поручено в течение пяти лет создать условия для объединения в кооперативы более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств. Такую задачу обозначил глава государства Нурсултан Назарбаев в ежегодном послании. Карагандинский регион выбран пилотной областью. Фермерам обещают субсидии на создание малокоприемных пунктов и убойных цехов. В нашей области численность самозанятого населения насчитывает более 30 тысяч человек. В регионе зарегистрировано более 90 тысяч личных подсобных хозяйств, в которых трудится около 22 тысяч жителей. Зачастую мелким фермерам приходится пройти тернистый путь от производства продукции до его сбыта. Нередко овчинка не стоит выделки и доход от реализованной продукции не покрывает всех расходов. Чтобы решить все эти проблемы, фонд финансовой поддержки сельского хозяйства предлагает фермерам объединиться и создавать сельскохозяйственные кооперативы. Объединившись в кооперативы, он получит, во-первых, стабильная реализация своей продукции. То есть ему не надо уже ездить на рынки, ему не надо будет уже искать покупателя своей продукции. Он будет знать, что у него есть стабильный покупатель, это кооператив. Также он будет получать дополнительный доход, это в виде субсидий. За каждый литр молока члены кооператива будут получать по 10 тенге, за одну тушу крупнорогатого скота 20 тысяч тенге, а за барана 15 тысяч. Между тем, в нашей области уже работают пилотные сельскохозяйственные кооперативы. Однако есть и обратная сторона медали. Для получения субсидий кооперативу необходимо залоговое имущество и наличие земли. Кроме того, фермеров интересует, нужно ли сдавать на баланс кооператива своих животных. Отличное подсобное хозяйство, он приобрел корову или бычка. Он же его обязан по закону, по всем правилам, нести висы же. Он выносит. Теперь он думает, как это является. А там вот написано, юрлицо, они должны перейти в собственность. Когда он что, в собственность кооператива переходит или он остается в собственности уличного консервного хозяйства, как тут быть. Эти и другие наболевшие вопросы задали заместитель Акима области Шагурашид Мамалинов и Акимы районов. Делегация из фонда финансовой поддержки сельского хозяйства на часть вопросов ответили. Но некоторые нюансы еще на стадии решения отметили они. Специалисты фонда пробудут в нашем регионе 10 дней. Они встретятся с фермерами районов и сел и проведут консультации на местах. А Ямамри Нажасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Неправительственному сектору необходимо активно принимать участие в реализации реформ в сфере институциональных преобразований, безопасности и борьбы с коррупцией. Представители ресурсных центров и НПО из 18 городов республики на специальном вебинаре обсудили послание президента. В онлайн-семинаре приняли участие представители Гражданского альянса Карагандинской области, ресурсные центры по поддержке неправительственных организаций и общественных деятелей из 18 городов Казахстана. Модератором выступила президент Гражданского альянса Карагандинской области. Наталья Вшивцева в своем выступлении отметила, что глава государства неоднократно подчеркивает роль НПО и их участие в обсуждении задач государства. Задачи у нас большие. Раз усиливается роль депутатов Мажелиса, раз усиливается роль гражданского сектора, а мы напрямую связаны. Те предложения, которые выходят через депутатов в правительство, по сути это наша работа, работа общественников, потому что мы очень активно работаем и в рабочей группе, и в парламентских, и при различных министерствах. Участники приняли решение проводить онлайн-семинар еженедельно для обсуждения всех поступающих от населения предложений, реализации основных положений обращения и послания президента. А по итогам обсуждений выносить рекомендации и предложения на заседания общественных советов, а также направлять их в Мажелис парламента Республики Казахстан. Всего в онлайн-семинаре приняли участие 80 человек. Лариса Хусейнова, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Все чаще в социальных сетях встречаются обращения людей с просьбой о помощи больным онкологическими заболеваниями. На сегодняшний день в Казахстане онкологические заболевания занимают второе место посмертности. Как обстоят дела с лечением рака в стране и могут ли пациенты рассчитывать на поддержку государства? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, работники медицины нашего города провели пресс-конференцию. Всемирный день борьбы с раком отмечается ежегодно 4 февраля. В связи с этим с 1 по 10 февраля специалисты проведут декадник по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. Профессионалы говорят, что в основном люди обращаются за помощью слишком поздно. Главная проблема – это неосведомленность населения о страшном заболевании. Много запущенной формы заказченной аптеки, которая не подлежит лечению. Порой она доходит до 25, а до четверти больных, которые к нам обращаются, обращаются они в четвертой стадии. Участники пресс-конференции обсудили ряд мероприятий по развитию программы «День Саулык», которая будет реализовываться до 2019 года. Как говорят специалисты, данная программа разработана для развития системы здравоохранения в Казахстане. Медработники также рассказали о наиболее эффективных методах борьбы с раком. Прежде всего, это скрининговые программы раннего выявления онкопатологии и профосмотры населения. Всевозможные продукты быстрого приготовления – хот-доги, гамбургеры. И все это запивается газированной, сладкой газировкой. Это изо дня в день же происходит, это же не сразу процесс возникает. Изо дня в день это все накапливается. Естественно, вот эти обменные процессы нарушаются, вот эти все метаболизмы. Это и постепенно приводит к таким вот печальным последствиям. Что уже говорить, это все молодеет у нас. Инфаркты, инсульты и онкологические заболевания уже. Это все взаимосвязано и с образом жизни, и с питанием, и с наследственными факторами. И с экологией нашей. Поэтому здесь немалая доля того, что если он неправильно будет питаться, естественно, это отразится на его образе жизни, на его самочувствии и здоровье. Поэтому вроде бы как вы работаешь с молодежью, говоришь, они понимают, что это все вредно. Но в то же время после проведения лекции они идут и покупают эти же вредные продукты и эти же вредные сладкие газированные напитки. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно рак регистрируется у 14 миллионов человек во всем мире. По Карагандинской области только за 2016 год зарегистрировано 3500 заболеваний раком. Из них четверть относится к группе особо опасных. Раковые заболевания можно назвать настоящей чумой 21 века. Но человечество борется с ними уже продолжительное время. Как предостеречься и с чего следует опасаться? Именно ответы на эти вопросы люди должны знать, уверяют специалисты. Асель Сознабаева, Жусалам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о спорте. Казахстан вышел на второе место по медальному засчету. Копилка сборной на универсиаде пополнилась сразу несколькими наградами. И среди них два золота. Золото завоевали биатлонистка Алина Райкова, фристалисты Жан-Бота Алдобергенова и Баглан Инкарбек. Серебряная медаль у биатлонистки Галины Вишневской. Обладательницами бронзовых наград стали лыжница Анна Шевченко и конькобежка Екатерина Айдова. Кроме того, казахстанская сборная команда по хоккею разгромила шведских хоккеистов со счетом 5-0. Заброшенной шайбой отличился Антон Сагадеев, нападающий карагандинского хоккейного клуба «Сарарка». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Мансал Бонгстар.